Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Сегодня шестой выпуск, и мы переходим к третьей главе книги Деяния Апостолов. Сегодня читаем первые 11 стихов. Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». И прежде чем мы приступим к чтению Слова Божьего, давайте обратимся к Богу в молитве. Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе. Святой Дух, мы принимаем Твое служение, и мы благословляем Твое служение во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, с первого стиха. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыню у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный храмой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. После чего у нас начинается проповедь Петра. Аминь. Хорошо. Итак, перед нами чудо, которое произошло с одним из храмых. Представляете, этот человек никогда в жизни не ходил. Я как раз хотела уточнить, друзья, когда мы читаем в русском языке, у нас написано «хромой». И само это слово говорит о том, что человек якобы просто хромает. Знаете, есть люди, которые ходят и просто как бы прихрамывают, хромают. Но в данном случае, учитывая контекст, этот человек не умел сам ходить. Он не мог сам ходить. Его приносили. То есть в данном случае не просто хромой, а человек, не умеющий ходить буквально с самого рождения. Вы представьте только вот эту жизнь. Тебя каждый день приносят к дверям храма. Для чего? Для того, чтобы твое состояние, вызывающее жалость, могло приносить тебе прибыль. И от твоего состояния ты мог получать хоть какую-то поддержку в виде милостыни. Посмотрите, в какую систему жизни ввел дьявол человека. Но что удивительно в этой истории, происходит таки чудо. И этот хромой от чрева матери получает исцеление. Но давайте все-таки тогда попробуем из этой истории вынести именно свои маячки. То, на что Господь обратил ваше внимание. Вот в частности, мое внимание привлекли следующие моменты. Первый меня привлек в первом стихе. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. Я помню этот стих. Но когда в этот раз я читал эти слова, у меня возник вопрос. А почему они вообще идут молиться в храм? Молитва и ее результат, который мы рассматривали во второй главе, когда они десять дней пребывали единодушно в молитве и в общении. Вспомните, где? В храме? Нет. А где? В какой-то горнице. Они уже пережили эффект того, что можно собираться вместе не в храме. Можно молиться не в храме. Можно исполниться Богом не в храме. И у кого-у кого? У Петра и Иоанна, у первых апостолов уже был такой опыт. Если мы вернемся более детально, посмотрим на конец второй главы 42 по 47 стихи. Вы помните, что после первой проповеди Петра, когда три тысячи каются, крещение во Христа принимают и церковь начинает расти, мы с вами читаем, что первые ученики постоянно пребывают в общении, преломлении хлеба, в молитвах. Все эти верующие всегда были вместе и имели все общее. 46 стих, посмотрите. Если вы посчитаете семь основных вот таких характеристик, которые классифицировали, вот можно сказать, первые дни первоапостольской церкви. И мы с вами сейчас видим, что уже активно функционирует какая-то новая форма жизни, которая кардинально отличается от той формы прежнего вот ортодоксального иудаизма, которое было присуще людям в Ветхом Завете. Сейчас мы видим, что первоапостольская церковь как будто начинает сочетать и пребывание в храме, и пребывание по домам, и молитву по домам, и молитву в храме, и общение по домам, и общение в храме. И что здесь такого особенного? Как правило, людям свойственно утверждать какие-то абсолюты, особенно если они пережили какой-то опыт в чем-то. Даже если он незначительный, то человек затем к этому очень уж начинает привязываться и утверждать это как единственно правильное. К чему я? То есть Петр и Иоанн вполне могли бы, пережив вот то, что они пережили во второй главе в горнице, можно было бы сказать, вот это и есть священное место, куда все должны приходить для поклонения и молитвы. Именно здесь, в этой горнице, все могут переживать исполнение Духом Святым. Именно это место священное. И они бы могли обозначить это как священное место, куда должны были стоять очереди первых христиан для того, чтобы там совершать молитвы. Но видите, первые апостолы этого не делают. Мы особо потом больше в книге Диане не встречаем, что в этой горнице была устроена какая-то резиденция первых апостолов, или что в этой горнице собирались и только там пророчествовали и получали слово от Бога. Да нет, мы как раз видим, что первые апостолы начинают насаждать вот эту новую этику того, что твое общение с Богом может быть везде, на всяком месте. Будь это в доме, будь это в храме, будь это наедине, где ты в тайной комнате, будь то в общем собрании, когда вы все кушаете вместе, общаетесь и затем восхваляете Господа. Если мы снова посмотрим на вот эти семь основных характеристик первоапостольской церкви, то все они указывают именно на постоянство удержания фокуса на Боге, как на личности. И вторая глава вот как раз заканчивается потрясающей фразой. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Отсюда важный тезис. Смотрите, верующие сфокусированы на том, чтобы иметь общение с Богом и друг с другом, а Бог со своей стороны ежедневно прилагает спасаемых к церкви. У нас сегодня больший акцент мы ставим именно на то, чтобы сделать как можно больше проектов для достижения людей в этом мире. Как бы сделать все возможное, чтобы приложить спасаемых к церкви. В то время, когда мы видим, первоапостольская церковь не это ставила в приоритет номер один. Я не говорю, что это вообще не важно. Это не приоритет номер один. Номер один в первоапостольской церкви мы видим их фокус на Боге как на личности. В учении апостолов они созерцают Бога в том, какой Он. В общении друг с другом они говорят о Боге и о том, какой Он. Когда отправляются в храм для молитвы, они идут с Ним разговаривать. Когда посреди будней они восхваляют Бога, опять же, фокус на Нем. Они вроде бы ведут вот такой образ жизни, наполненный вот этими двумя видами взаимоотношений. По вертикали и по горизонтали. А посреди этого Господь ежедневно прилагает спасаемых к церкви. Так вот, как раз возвращаясь к первому стиху, мы видим, что Петр и Иоанн, вроде бы как столпы церкви, идут, тем не менее, куда? В храм в час молитвы девятый. И вот этот поход или вот то, что Петр и Иоанн идут в храм для того, чтобы молиться, он также говорит о чем? О том, что они сфокусированы на Боге. Они идут сейчас общаться с Ним. И их фокус на личности. И когда мы опустимся ниже, то в одной фразе Петра мы можем увидеть уже совершенно новое мировоззрение, убеждение, верование, которое он имеет о себе. Вы посмотрите, какие он слова говорит в шестом стихе к этому храмому. Он говорит, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа, Назарея, встань и ходи. Посмотрите на фразу. Петр говорит, что я имею, то даю. Вы скажете, ну, сказал и сказал, что имею, то даю. Подождите, если бы вы стали перед хромым человеком, который никогда в жизни не ходил, привычный, стандартный, религиозный образ мышления повел бы вас в следующую форму. Вы бы начали молиться Богу о том, чтобы Бог что-то сделал для этого хромого. Вот алгоритм нашего мышления. Итак, перед нами хромой. Сейчас вот здесь я, как посредник. У меня как бы есть какие-то там концы с Богом. Я звоню ему и объясняю, что здесь есть ситуация. Пожалуйста, ты что-то сделай для вот этого хромого. И мы упрашиваем Бога, чтобы Бог что-то сделал для него. Но посмотрите на эту историю. Петр здесь не совершает никакой молитвы. Вы не видите, чтобы Петр возложил руку на этого хромого и начал молить Бога о том, чтобы Бог что-то сделал. Нет, это фраза «Я имею» и «Я даю». Чтобы сказать такие слова, это нужно иметь полную уверенность в чём? В том, что сейчас внутри меня уже что-то есть. И то, что внутри меня есть, сейчас может служить этому человеку. И я позволяю этому сейчас произойти. Вот что означает эта фраза. Что имею, то даю тебе. Встань и ходи. Вы понимаете, Петр сейчас не просто догадывается. Ну, если Господь будет благ, ну, если Господь будет благоволить сейчас к этому хромому. Я верю, что, может быть, он исцелится. Господь, в милости своей снизойди к нему. Ты же видишь, как ему тяжело. Господь, он никогда не ходил. Господь, ему так тяжело. О, сколько времени он страдает в своей немощи. Господь, снизойди во имя Иисуса Христа к нему. Петр этого не совершает. У Петра уже есть вера во что? В то, что обетование свершилось. Бог вселился в человека. Вселюсь в них и буду ходить в них. Петр уверен в этом. И он именно так на это смотрит. Я сейчас подошёл к этому человеку. Я стою перед ним. И, кстати, здесь интересный момент. Я даже не знаю, насколько он здесь затянулся. Но с четвёртого стиха Пётр и Иоанн, смотрите, останавливаются и смотрят на этого хромого. Смотрите, они стоят и смотрят. Вы знаете, что они не первый раз его увидели? Мы же уже прочли с вами. Этого хромого каждый день приносили сюда. Этот хромой их уже мог видеть неоднократно, приходящими в храм. Этого хромого они могли уже неоднократно встречать у дверей красных. Вполне вероятно, что даже когда Иисус приходил в храм в своём служении, этот хромой мог видеть и Иисуса, приходящего в храм. Вполне вероятно, что Иисус также мог видеть этого хромого. Этот хромой также мог слышать о различных чудесах, которые совершал Иисус в своём служении. И о тех новых событиях, которые начали происходить в Иерусалиме после Дня Пятидесятницы. В общем, я уверен, что этот хромой уже что-то слышал, к нему уже что-то приходило. И вот здесь Пётр и Иоанн стоят и всматриваются в него. А потом говорят, а теперь ты взгляни на нас. Пятый стих. Он пристально смотрит на них. Итак, те всматриваются в него, и этот теперь всматривается в них. И смотри, что интересно. В третьем стихе написано, что он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. А в четвёртом Пётр с Иоанном говорит ему, взгляни на нас. И тут я остановилась, думаю, подождите. Но если он видел, зачем опять взгляни на нас? Когда я затем начала размышлять над этим, я увидела в этой фразе как бы призыв. Призыв Бога через Петра с Иоанном. Отвлекись от того, к чему ты привык. Измени свой фокус. Измени уровень того, куда ты смотришь. На что ты смотришь. На кого ты смотришь. Измени уровень твоих ожиданий. То есть они как бы из привычного уровня пытаются вызвать его на какой-то другой уровень. Потому что, чтобы нам получать на новом уровне, нам нужно научиться сначала смотреть на новом уровне. По-другому. Не так, как это было вчера и третьего дня. Чтобы что-то получать особенное, Пётр ему как бы говорит, подожди, парень, остановись. У нас для тебя есть что-то более важное, более особенное. Но ты не можешь это получить, действуя на старом уровне, действуя на привычном уровне, на привычном мировоззрении, с привычными тебе действиями, с привычным отношением. Ты не можешь получить нечто новое. Потому что, скорее всего, уже на этом этапе Дух Святой начал обращать внимание Петра Иоанна и говорить им о грядущем чуде с этим человеком. Но для того, чтобы помочь этому человеку выйти на тот уровень принятия чуда, им надо было, скажем так, оторвать его взгляд от привычного, от обыденного, от ничего не значащего. От того, чтобы тебя просто вытирали ноги, ты никто, звать тебя никак. И единственное, что помогает тебе выживать, это если кто-то даст тебе что-то на пропитание. И этот человек не был виноват в этом. Но дело в том, что он привык к этому. Он привык воспринимать людей только на этом уровне. Даже после этого, когда он всматривается в них, смотри, в пятом стихе написано, и он пристально смотрел на них, с каким мотивом, с каким желанием, с каким отношением, надеясь получить от них что-нибудь. И вот здесь интересно, вот эта фраза «получить от них что-нибудь», она меня тоже зацепила. Я думаю, а входило ли в это понятие «сверхъестественное чудо исцеления», когда он обращался к ним, и он хотел получить от них милостыню, это было то, к чему он привык. Он зависел от этого. Он зависел от того, что ему дадут другие. И вот здесь, кстати, есть интересная разница между Петром и Иоанном, которые пришли в то же самое место, в храм, не столько с целью получать милостыню, они пришли способные давать. А этот человек, его привели сюда, и единственное отношение, которое у него было, это получать. «Дайте мне что-нибудь, что может удовлетворить мой голод. Дайте мне что-нибудь, чтобы я прожил еще один день». И мне не важно, по сути, кто вы, но мне более важно, что вы можете мне дать. И это мышление потребления, это мышление зависимости от того, что тебе могут дать другие люди. И порой такое мышление, оно удерживает нас от того, чтобы вернуться к ожиданию получить чудо от Бога. И когда написано, что он ожидал получить от них милостыню, я посмотрела значение этого слова в словаре. И в первую очередь это означает сострадание, милосердие. И интересно, что для этого человека вот это сострадание, милосердие, оно заключалось в том, чтобы, конечно же, они дали ему какие-то деньги на пропитание. И послушайте, с этим все в порядке, потому что благодаря этому человек действительно мог кушать каждый день до этого. И хоть каким-то образом мог помогать кому-то родным, кто его содержал. Но вы посмотрите на понимание Божьей милости и сострадания. Когда он проявляет к нему эту милость и сострадание, это не просто деньги. Вы понимаете, деньги – это был один уровень нужды, но в его жизни была нужда на совершенно другом уровне. И когда Бог, Отец, сейчас отправляет Петра и Анна вот в этот храм, и сейчас есть этот момент, когда человек просит этой милости, этого сострадания. Знаете, Бог как бы обращается к нему и говорит, а ты готов получить от меня на совершенно другом уровне? Потому что следующая реакция Петра, смотри, какая интересная была, после того, как он говорит, взгляни на нас. После этого он ему говорит, что, знаешь, парень, ну, дело в том, что я не дам тебе то, что ты просишь у меня. И на этом моменте есть люди, которые просто начинают обижаться, разворачиваться, и как-то, может быть, даже кого-то обзывать и говорить, ну, вот, я ожидал получить от тебя, ты мне не дал, всё, ты мне не друг, я тебя не хочу не видеть, не слышать и так далее, тому подобное. Но вы посмотрите, этот парень остаётся в позиции ожидания. Вполне возможно, на этом этапе у него внутри возник какой-то конфликт. Потому что, с одной стороны, эти ребята говорят о том, что мы тебе не дадим то, что ты просишь у нас, но при этом он видит, что они уделили ему внимание. Они не просто прошли мимо как-то безразлично, но они остановились возле него. И вот здесь вот этот момент, когда Бог через Петра и Анна говорит, да, я не даю тебе сейчас то, в чём ты нуждаешься, потому что я знаю, что твоя истинная нужда находится совершенно не в этом. Она находится совершенно на другом уровне. И да, я понимаю, я понимаю, что эта нужда для тебя уже настолько древняя, что, может быть, ты даже разочаровался в ней настолько, что ты перестал мечтать, что это вообще возможно. Я верю, что это то, к чему призывал их Отец, Духом Святым, пребывающим сейчас уже в Петре и в Иоанне. Он говорит, я хочу тебе дать на том уровне, на котором по-настоящему проявляется моё милосердие, моё сострадание. И когда сейчас мы видим чудо исцеления, мы видим даяние Отца, Его милосердие, Его сострадание уже на совершенно другом уровне. И Бог сейчас являет это чудо через кого? Через Его служителей. И долгое время я рассматривал это чудо как, как вот, да, результат вот некого сострадания. Шли служители, увидели бедолагу, сжалились над ним и исцелили его. Но вот здесь нам важно увидеть, что вопрос не просто в естественном человеческом сострадании, а в том, о чём мы говорили в самом начале. Они были сфокусированы на Отце. Пётр и Иоанн должны были функционировать точно так, как функционировал Христос по той же самой модели. Я ничего не творю сам от себя. В начале мне надо увидеть Отца, как Отец здесь хочет действовать. И только затем я делаю то, что увидел у Отца. Точно так же и вот здесь Пётр. Нам важно увидеть, что не просто Пётр остановился и смотрит на Хромова. Бог в Петре сейчас остановился и смотрит. Не просто Пётр говорит, взгляни на нас. Бог говорит, посмотри сюда, смотри на нас. Не просто Пётр сейчас от сострадания решил посопереживать этому Хромому. Нет. Бог Отец сейчас проявляет себя через Петра в служении этому человеку. Поэтому я снова возвращаюсь к вот этому важнейшему фокусу, приоритету номер один, нашему вниманию, нашему слежению за Богом, пребывающим внутри нас, куда Он хочет идти, а что Он во мне хочет делать, а как Он во мне сейчас хочет проявляться, а что Он сейчас хотел бы через меня сказать, а какое у Него сейчас отношение к этому человеку, к этим обстоятельствам. Вот таким образом Иисус совершал Своё служение. Вот точно таким же образом сейчас и первые апостолы начинают двигаться в Своём служении. Аминь. Хорошо. Вот наши размышления вокруг этих 11 стихов. А что думаете об этом вы? С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где также каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать откровения других участников о прочитанных стихах и при желании поделиться своими. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за это время. Мы благодарны Тебе за Твой Дух, пребывающий внутри нас, за то, что Ты вселился в нас. Ты ходишь в нас, Ты говоришь в нас, и Ты желаешь проявлять Себя во благо нам и совершать через нас Своё служение другим. Мы верим в это, и да утверждается сердце наше в этих истинах во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся. И помните, вы уже приняли силу для того, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли. Редактор субтитров А.Семкин